Однажды бог Блейнар создал Эльмир. Это был обычный небольшой мир, в котором было всего два острова и проживало четыре расы. Большой остров назывался Альдар. На нем были хорошие и плодородные земли и проживали три расы, люди, эльфы и гномы. И маленький, Кейтар, был окружен скалами и плодородных земель на нем было немного. Основную часть занимали пустыни. На нем проживали орки. Многие годы на острове Альдар шли войны за территорию, а из-за магии, которая была в этом мире обычным делом, гибли тысячи жителей. Но не могла война длиться вечно, и наступила эра мира и гармонии. Страны объединились, подписав союз. Все территории были поделены, и все были довольны. Никто не подозревал о грядущих бедах. Орки были крайне сильной расой, но менее развитой. И долгое время не подозревали о существовании Альдара. Они также сражались за территорией на своем острове, но объединил их не просветление, как у других рас. Просто однажды шаманы узнали о наличии более плодородных земель на другом конце мира. Они наложили на простых орков проклятие, жажду крови, которая объединила всех против нового врага. Мирная жизнь на Альдаре пошатнулась, когда с океана приплыла армия орков. Хотя их было значительно меньше, чем изначально поплыла из Кейтара. Все-таки хищные рыбы значительно потрепали их ряды. Но все равно под жаждой крови они были серьезным противником. В сражении погибло много альдарцев, но победа была на их стороне. Похранив падших товарищей, маги трех рас объединились и наслали гром и молнии на кейтарцев, чего те явно не ожидали. Молнии и пожары забрали жизни многих орков. Находясь под проклятием, никто не горевал за погибшими и даже не хоронил. А шаманы тут как тут собрали энергию смерти своих сородичей, тем самым подпитали свои силы и, прочитав длинное заклинание, наслали на Альдар. Страшное бедствие. Лавовые дожди. Уму морки все-таки не блистали. Многочисленная лава потоком обрушилась на альдарцев, но привела к полному уничтожению острова. Территории были полностью покрыты раскаленной лавой, ни единой души не выжило. Но лава не остановилась. Она растекалась и растекалась. Ее было так много, что постепенно весь мир был покрыт лавой и только кейтар пока уцелел. Скалы защитили остров, но надолго ли? Поняли шаманы, что натворили? Да поздно было. Шли годы, поколения сменялись поколениями, а орки за скалами забывали про угрозу. И постоянно кто-то погибал в лаве. Никто не мог подумать, но лавовые потоки постепенно поднимались и начинали переливаться за скалы прямо на территорию кейтара. Территории постепенно покрывались лавой и гибло все больше орков. Бог долго смотрел на кибель своего творения и не выдержал. Да пошло оно все! Прокричав, наслал черную дыру на оставшуюся часть острова орков, чтобы не мучились, и поставил точку в существовании этого умирающего мира. Последняя мысль Бога была. Вот создал мир дураков. Пойду другой создавать. Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока!